Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне произошла драка, Игорь Трегубенко и Денис Козлович выясняли отношения. Денис отстаивал свою пару с Катей Король, а Игоря не устроило, что Денис нелестно высказался в адрес Эллы Сухановой и он заступился за нее. Затем ребята выясняли отношения на перчатках в зале после лобного. Увидим это через шесть дней в эфире. Андрей Чуев выложил в сеть первые наброски будущего жилого комплекса «Город любви». Один из домов он построит для себя, чтобы доказать всем, что доверяет тому, кто будет проводить строительные работы. Тата Абрамсон не на шутку обиделась на своего бывшего возлюбленного. Он пришел к ней на проект, но стал пробовать строить отношения с другими девушками. Она проколола на его крутом мотоцикле шину. Комментаторы сошлись во мнении, что портить чужую технику, вещи и машины – это идиотизм. Влад Малеванов, новый участник, отметил на поляне свой день рождения. Он пишет, день рождения получился, спасибо за поздравления и за настроение. Вика-романец и Семен Фролов публично унижают друг друга. Несмотря на съемки в клипе Фролова и тесное общение с ним, Вика нелестно отзывается о парне. «На Сейшелы я полетела на съемки клипа», – пишет Вика, «но не за отношениями с ним. Мы абсолютно разные. Он симпатичный, но не более того. У меня большие планы на жизнь. Я хочу семью и детей. А в ближайшее время я покупаю себе хороший автомобиль, на который я заработала сама. А у Семена в голове только аккордеон». Вика рассказала, что Семен хвастался перед ней своим аккордеоном, который стоит как двухкомнатная квартира. И лучше бы у него к 37 годам была именно квартира, а не аккордеон. Фролов не остался в долгу перед Викой. Он написал, что Вика попала на съемки клипа не потому, что она лучшая, а потому, что она напросилась. И он вынужден был общаться с ней из жалости. А для отношений он Вику никогда не рассматривал. Именно поэтому и не остался на островах. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко отправились на выходной. В кои-то веки в их паре царит идиллия. Они влюблены и безмерно счастливы. Глеб Жемчугов уверяет своих подписчиков в своей трезвости. Он пишет, «Всем, кому показалось, что на своих видеороликах я пьян, это не так. Я не пью уже полтора года и вам советую. А если кому-то вдруг что-то кажется, перекреститесь». Илья Ебаров и Руслана Мишина заселились в общее жилье. Но вместо ночи любви Илья в 4 часа утра предложил Руси пойти пожарить шашлыки. Романтик Ебаров, однако. И о бывших участниках проекта. Алексей Самсонов и Юлия Шаулина все-таки расстались. В прощальном письме своей жене он написал, «Во время наших ссор я делаю очень ужасные вещи в силу своей вспыльчивости. Я тебя люблю. Я безумно хотел семью и детей. Но к большому для меня сожалению уже поздно. У тебя есть мужчина. И виноват в этом я сам. Я не смог уберечь нашу семью». Алексей просит своих подписчиков передать его слова Юле, потому что она его везде заблокировала и отказывается с ним общаться. Бывшая участница проекта Диана Чапизубова удивила своих подписчиков новым образом. Она запомнилась зрителям танцами на столе с минимальным количеством одежды на теле. Также она очень невнимательно относилась к своему внешнему виду. Сейчас же она вдруг стала выглядеть нежно и красиво. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!